Она рассыпается, имеешь в виду? Конечно! Она рассыпается, и всё... Надо... это... Разогреть тогда? Давай. Я тут дрожжеву, а с радостью все, классно. Утопную и дрампу. Я вам мужикарь, как я... Зачем? А там жена этого мужикарства звонила Сергея и говорила ему, что он этого мужика разыскал. Дради Бога, да? Умоляла? Нет, она не умоляла, она приказания давала. У нас же сейчас патриархат. Патриархат, а не патриархат. Патриархат. Матри! Патриархат. Матри! Она давала приказания, но не била в каком, поэтому патриархат. И она, значит, сказала ему, он не добрый голуб, поэтому патриархат. Так, я вот сейчас ее закрываю, да? Да, он уже спал в газели. Чего, он пьяный был? И у него был, да, и у него были ключи, уже было тут. И она на работе была, а он должен был, вообще... Короче, она не могла попасть домой. Нет, она могла, просто она не хотела, чтобы он ночью вернулся домой, а она хотел, чтобы мы его выдохнули, а домой, чтобы он спать лег. Ты едешь, будешь? Да, да. Сама, будешь? Да. Ага. Значит, мы его встали, у него зовут Игорь, и я кричал, Игорь, Игорь. Игорь, игорь, игорь. Игорь, 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 и Продолжение следует... 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 мне все равно просто меня просила девушка главное спасти этого человека я буду ждать не девушку свою чтобы ей чтобы взять поцеловать ее руку и проводить ее до колледжа и надеюсь, что она ко мне вернется а я буду спасать этого бедного несчастного парня, который подожду, когда он выйдет из дома, попытаюсь с ним заговорить блин, я не знаю, я буду просить Бога помощи внутри чтобы он согласился чтобы у меня получился с ним разговор я сначала просто скажу ему, хочешь тебе денег не знаю, не знаю, как с ним заговорить чтобы он в итоге понял, что я хочу ему помочь потому что за ним издеваются и он вырастет преступником либо самоубийцей, либо больным человеком несчастным либо социопатом, либо там злобным я просто кошмар посоветую, что делать как заговорить с ним я буду ждать, когда он выйдет там, не знаю, где он учится в школе или где но мне еще придется с его родительными делами они будут на меня кидаться там они же вообще зверевшие настоящие это вообще прям как ворки это просто какая-то семья семья каких-то садистов уродов издеваются над поликом сейчас спрашивают откуда в России столько пьющих блин, как же его спасти накидайте мне советов как будто реально с незнакомым человеком который в ужасной обстановке находится и он привык, наверное, к этому и как вот ему объяснить, что я гетер... гетеронормодивен я просто хочу... ну, то есть, это реально странно для местного города это странно, что человек предлагает тебе прожить его просто, чтобы спасти тебя от ужасных страданий в будущем что хронические болезни они... психика разрушается и хронические фобии разные там это все ужасно каждый день на него орут обзывают как гестапо как гестапо там вы знаете типа немцев там победили а вот здесь вот похлещие живут в порядке местами типа победили там да, ну, блин хрен знает сами к своим детям относятся и не согласны что, я вытаскиваю или хотя бы поснимать как они там ну, они, короче, на меня все, все семьи представляешь, там там их много и они все станут моими врагами за то, что я пытаюсь его спасти это же просто кошмар у меня появятся враги лютые это же реально звери ну, блин ну, блин что же мне делать ну, я готов к тому что будет враги главное спасти его потому что вот вот ты не понимаешь вот ты считаешь себя в безопасности да вот этот парень он может вырасти и он может потом стать преступником он может что-нибудь сделать плохое с тобой или с кем-нибудь ну, близких, не дай бог или с моим это все вот так происходит и поэтому нужно спасать плевать, короче, на разбитое сердце на мое разбитое сердце на то, что я страдаю я должен спасти этого парня и может быть я не жду никакой награды свыше потому что я не знаю на самом деле я обладаю разной информацией я обладаю разной информацией поэтому я точно не знаю какая из них истина я не могу фанатично верить как какой-то фанатик в одно тоже в одно что-то я разные точки зрения я не рассматриваю абсолютно бедный парень вот я рассказывал про отец а отцу рассказывал его друг но вместо того чтобы помочь он ухмылялся по делу я уверен я видел как он ухмыляется там просто короче вот это настоящий мужчина это тот кто поможет другому другому парню спастись от ужасной участи а не а тряпка там как она там называла ничтожество тряпка там он будет наоборот отбивать девушку другого парня драться с другим там унижать другого парня который ничего не сделал с до тряпка на кредит на переех сообщение. Там семья есть, где издеваются на родимом поликоне, родители орут на него. Где-то, где-то, где-то это сказал, друг отца. Какого отца? Моего. Где ты нашел этого друга отца? Это Таресков. И что? Он говорит, что за тем, как я знаю, слышать, что родители орут зверских на своего сына, вызывают его последними словами каждый день. И что, он решил забраться с ним? Нет, он ухмыляется, ему плевать. А вот я чувствую сердце, у меня есть сердце. И ты что хочешь? Забраться с родителями? Я не смогу с меня забраться, только если я поду жертвой. Кого? Ну, если я ворвусь и все там разоржается. Ну, так ты возьми, позвони в милицию, давай я позвоню. Парни, скажи. Так что сделать, если это сын? Ну, дай ему деваться. В милицию звонить. В милицию звонить. Да, милиция будет на стороне его родителей. А родители его... Почему на стороне родителей? Они еще больше будут издеваться. Они еще больше будут издеваться, его нужно привести у себя дома. Ты хочешь его сюда привести? Нет, не сюда, а ко мне. Куда? Только самая проблема в том, как мне с ним договориться, как мне его уговорить. Да тебе надо идти к нему? К нему. Так там родители меня не пьют, я нужно подождать, когда он выйдет из дома, и тогда с ним как-то поговорить. Ну, как это сделать, чтобы убедить незнакомого человека, что незнакомый человек просто дать площадь ему поможет? Ну, ты его зашугали там. Просто он может вырасти инсидивистом, убийцей еще и... Ну, это надо... У нас есть... это... социальная служба. Какая? Да какая социальная служба? У нас дремучий город. Почему? У нас есть социальная служба, где неблагополучные семьи стоят на учебе. Ну, окей. Как связаться с ним? Это бюрократическая машина, которая плевала... Саша, при чем здесь демократическая? Бюрократическая машина. Они скажут, у него есть родители? Есть. Ну и все. А мы работаем только с теми, у кого сирота, кто сирота. А у него родители это вообще как Чикатило какие-то, как Гитлеры. Точнее, точнее... Точнее Гитлеры будут. Ты можешь сказать адрес этого арестова? Ну, я могу узнать у Сергея. Узнаю? Позвоните этому адресу, скажите адрес этой квартиры. Да он посмеется, он скажет... Че ты? Че ты? Че ты сделаешь? Че ты сделаешь? Ну, знаешь, вот такой вот мерзкий тип. Я хочу помочь этому... Да он посмеется надо мной. Он абсолютно бессердечный, татаристов, он с женой живет. Ему лишь бы деньги там, сидеть с жопой на своем директорском месте. А каком директорском? Он мне, когда я работал, ну, этим... Он что, директор? Он там, ну, типа, начальничек. Ага, арестов? Ну, да, мерзкий тип. Че ты его видела? Да я знаю его. Откуда ты его знаешь? Это же друг Сергея. Да. Че он тебе тоже что-то сказал плохое? Я его в последний раз видела? Нет. В смысле, общалась? Не то, что общалась, а... Я была беременна, и мы пошли в лес, Сергей. Ты с ним... И он пошел с нами в лес за грибами. Да. А мне не понравилось, как он... Ну, прям. Но... Он... Может мне его... Отпизить, наверное? Не надо. Покойся. Ешь давай. Ну, че, че... Говорю, плохое, че... Я лучше-то плохое. Ну, не... Виньбанар обообщался. С тобой? Ну... Ну, значит, это... Я надо... Мне надо... Мне надо... Пизить его просто. Усатую рожу. Фак ему показать в рожу. Охреневшее. Ты... Потихоньку узнаем... У Сергея или у него... Ну, адрес... Это царестов охреневший. Он мне предлагал... Он, короче, предлагал мне сделать что-то коррупционное. Когда я на заводе коробки делал... Какие коробки? Ну, коробки для радиаторов. Он мне предложил, типа, там, по дворову, что-то... Он мне сказал нет. Для каких радиаторов? Ну, для радиаторов, которые... Которые ставят... Это... Батареи... Коробки для них делал. Когда... Он на станке работал? Когда мне было 19... Когда я от тебя свалил... Короче, это... Я... Сказал нет, потому что я верю в Бога. А он сказал, что ты боишься? Да, я боюсь. Нет, я не сказал бы. Я ничего тогда не говорил. Ну, Саша, ешь давай. Давай спать ложненько. Что завтра надо вставать? Давай я тамщу за тебя этому аресту. Не надо никому. Что, ты? Узна лучше адрес этого... Ты же беременна была. Он тебя оскорблял, он меня... Мне не понравилось, как он тебя... Просто в голову. У меня уже есть опыт показывания факов в лесу усатому мужику, директору школы. Успокойся. Дай тебе таблетку до сна. Давай. Держи. Давай спать. Да. 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 Он усмехается тогда, не орудненько. Я хочу спасти, потому что у меня сердце. Я не жду вознаграждения. Не кормить. Ты узнай у него, скажи, может быть, как-то через Сергей. Узнай адрес этого пацана. Да, узнай. Просто если все службы и людьми, они еще больше живут. Они подумают, что он нас встречал на них. Нет. И же ты поговорила с ним и рассказала, можешь положить ему на там, ну, на самом деле у меня. Я тут тебя ворую. А я все... Я там тебя воровать ничего. Я все ценное, ну, все, что можно воровать, я уберу из дома, потому что все равно даже не знаю ком. Там не хочет еще одна приехать, но она из Томска. Она зовет меня в Томск. Она путешествует автостопом. В Томску? Нет, вообще по России там. Но она в основном, где ее укачивает, она на самолетах, типа на поезде. Хороший автостоп на самолетах. Афиг знает. Ну, я здесь четыре года рассказывал там. У чего, у нее нет ни дома, ни чего? Почему? У чего, есть дом. У чего и дом из Синица? У него нигде не работает? Не знаю, я не спрашивал. Когда я рассказал, что у меня расстройство, то я получаю пенсию, сказал, что нет, какая пенсия. Пенсию дают только специальным национальностям. Ну, ну, я не знаю. Синица. Простые автостопилизии вообще. Ну, никто. Это не. Ну, хватит, а. Что-то что-то становится острым. Ух, наверно. можно чем запить спасать ребята советуйте чуть сделать косточки вытаскиваешь, дай шурму нечего, съедобное, да, и кого староватая в смысле островатая, ну там мух, ну не знаю, там как будто бы какой-то соус острый ну вот это хорошо а ты что, чаю хочешь? не давай дай мне чаю ну, есть только капелюшечку капелюшечку, я думаю ладно а лучше зеленого ну лучше зеленый, да, подальше? не, зеленый чай, он менее вредный, горячий но холодный, ну холодный на, попробуй да он вообще тепленький ну пойдет ну конечно пойдет просто йогурт-то холодный ты больше не будешь есть? нет а что делать, Саша? завтра съем ну, ну она разогретая вообще-то ну давай с чаем еще отрежу кусочек ну давай чуть-чуть назад удаем ну так отдаешь с утра ну-ка где разогреть? и в печке доедать доедать что вы делали с Сергеем там? дурью мая да? ага, это ты дурью маяшься мы с бабушкой ездили в сад мы там, я копала она этот набор выбирала говешки да, он сказал мне навоз копать надо будет да, завтра копать его надо будет переносить ну надо будет сначала покупать детское а потом туда этот навоз положить таблеток понятно а для того чтобы значит таблетку из таблетки вытащить таблетку давай таблетку я сейчас запью во время еды я тоже могу без таблетки я тоже я в принципе могу без таблетки и про себя поговорю давай спать да? да 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 Капец, это столько страданий, столько страданий здесь в Россию, молодых людей, просто ужас. Я помню, мы у родственников в Тонскове, там, держались за руки с девушкой, просто вместе сидели, держались за руки, ну, с моей единственной девушкой, там вот была бабка, жила в доме, она круче, ну, и кости как бы были, да, у хозяина дома, но он там, ну, понятно, что мужчина там никто, и, короче, она как наорала на нас за то, что мы просто за руки держались, я и девушка, а представь, если бы она увидела, как два парня, или девушка держаться за руки, не знаю, что такое вообще с ней, и она сказала, что в ее молодости, что там даже, мы же не целовали, даже мы просто за руки держались, все, представь, какая, какое вот, это же просто жесть, ее, кстати, там прозвище у него Гитлер, ну, я думаю, не знаю, не знаю, может быть, Гитлер, ну, как бы, ну, не стал бы то радиться, что за руки держится парень с девушкой, он бы стал радиться, если бы парень с парнем держался за руки, а парень с девушкой, он бы сказал, ну, молодцы, ну, фиг знает, но вот эта бабка, она, ты просто представь, это жесть, и она, знаешь, я понимаю, что она очень несчастная, она, типа, сказала, что она, в Советском Союзе, ей запрещали вообще там даже, все запрещали, короче, и она поэтому такая злая, по ее словам, ну, мы, короче, просто молча ушли, все, все, вкусно спасибо соус это островатый ну что завтра вставать рано он там добил плечку машины дал мне уголек один рисовать там я бы испачкался весь пачкался он свои русской одежды грязный не допивай да добивай уже иди давай помогал я морально поддерживал ему там одному скучно а это вдруг ему там не помогало ему не его не было а что ты пьешь саблетку а потом фестал какую-то вредку сначала оттуда в леску а теперь фестал там какая разница ну как то он он же помогает пищеварению помогает хороша а что тебе по доктору играет потому что рисую играю на питаже помогаю дороже помощничек не ну реально когда один очень скучно он признавался что он тут не был а я бы сказал ну помощничек ему получше стало я его расселил там где какую таблетку ты выпил фестал где все таблетки на месте что ты выпил фестал фестаса иди спать иди спать иди спать уже да вообще я ему раскрасил досуг и научился кое-чему там в машине разбираться немножко ну там сложно я только азы изучаю еще он мастер-класс проводил у меня как кувалду эти дощечки разбивали какие дощечки на полу ну которые там валяются где мусор хахахаха дрова что-ли делать из них да ему наоборот хорошо когда я пришел хотя мне не интересны машины но я как бы мораль ему подподнял моральный дух там общался с ним мне понравилось понравилось еще мы потом с ним вдвоем пошли там спасать мужика Да, он, наверное, домой пошел уже, проснулся, наверное, жена ему позвонила. Так а зачем она вам звонила тогда? Может, он, типа, я не знаю, скорее всего, там личная ситуация российская. Нет, она что, не могла попасть домой? Нет, она могла попасть, она просто не хотела, чтобы он пришел домой ночью. Я ночью. Нет, не ломился, там, поздно ночью, ну, как я. В 3 часа ночи, чтобы он пришел, проснувшись, домой. Ну, я так всегда не ломил. Ну, это, поможешь просто мне воды налить, я буду пить там, ночью. Просто в кружку воды, или в любую. Спасти, пацана, спасти молодого Райна. От мороза, кто, кто, кто фиг знает, что делать. Не, родители там вообще. Короче, я буду спасать этого пацана. Ой, блин, что же делать. Спасить Бога, чтобы он помог спасти пацана. Ох. Сколько же я принял за сегодня два фензипа. Ну, мы растворим их во рту один по одному миллиграмму. То есть два миллиграмма в общем. Потом один золомакс немецкий. Оксанос немецкого производства. Вот. Алпаразолама, в общем, один миллиграмм содержит. В таком, что-то хуже Алпаразолама. Все строго по рецепту врача. Теперь вместо Алпаразолама продают в аптеках. В Красноярске там. Ну и в крупных городах. А у нас ничего не продают. И там строго по печати дополнительные поставили. Мне пришлось бежать за печатью дополнительные. Почу. Что еще потом? Ну все. Это немножко сделало меня бесчувственным, то есть я это динентрализовало мои чувства. Динентрализовало мои чувства. Еще плюс небольшая поддержка помогла, то есть моральная. то, что у меня ВКонтакте там кто-то 80 рублей перевела на девушку и лайки ставит на мои записи. Ну так, немного. И все равно. Это поддерживает меня, обожали. Я там еще общался немножко. А, я еще с Чечелом этим, с Польшей общался с Украиной. Тоже в Польше общался, то я тебе писал его, да. Ну сам, кстати, захотел со мной общаться. Ну, короче, нормально все. Дальше я переключился от страданий по своей девушке на жажду, желание помочь несчастному человеку, несчастному пареньку. Я должен помогать людям. Я хочу помогать людям. Все. Ничего не требую за меня. Не ожидаю никакой помощи. Не ожидаю никакой кармы хорошей. Я не знаю. Я не совсем бегаю в карму. Я не знаю, это вообще просто. Я просто... Если Бог может мне помочь, если он существует, то я помолюсь им. Надеюсь, поможет. А если не может, то... Может, надо попросить мою маму сходить со мной, подождать, когда он выйдет. И... Поговори с ним. Даже капец, как мне его жалко. Этот урод Арестов. Вместо того, чтобы помочь, насмехается там. Ну, я знаю точно, что он насмехается. Он смеется, когда кому-то плохо. Сейчас женой живет. У него, типа, нет детей. Не буду никого осуждать. Вот. Короче, просто надо. Ну, как и... Попытаться помочь. Хоть попытаться. Вот все. Вы накидаете советов, как можно с ним поговорить там, чтобы он это согласился уйти от своих родителей и пожить у меня. Чтобы его родители не могли даже... Чтобы они просто отвалили от него и... Это не родители, ни хрена. Они его не любят. Он... Он... Нужно, чтобы он был независимый от них морально. Для этого я буду его кормить или... Я не знаю, как он считал. Хотя его родители вызовут милицию, и в милиции легко найдет его у меня. Так что... Ничего не видит. Я просто могу морально его поддерживать, там каждый день общаться. Помогать ему таблетками, например, если он захочет. Которые успокоят его. А может... Ну и если ему нужно будет... Строгу прецепту, которые... Я не знаю. Это я просто сейчас выдумываю. Может все в реальности по-другому выйдет, скорее всего. Ну и короче... Если ему... Когда ему исполнится совершеннолетие, или сколько там, он сможет свалить от своих родителей, по идее. Но все равно в России это не работает. Короче, главное ему помочь, чтобы он не стал совсем уже самоубийцей, или преступником, или... Вообще каким-то... Совсем... Больным человеком... В хорошем смысле слова. Ну то есть... Это реально ужас. Что с ним творят. Еще главное Сергей рассказывает за так... Что-то нет у него сочувствия, не с того, чтобы помочь. Понятно он уже... Взрослый старый человек. Короче, я не могу это... Нужно помочь ему. Еще мне надо долг отдать. Очень давний за свой фотоаппарат, который уже сломался. Еще в 2013 году я купал в фотоаппарат, и мне дала денег одна девушка... Ну... У нее дочка. Просто она потом... Как негативно она отозвалась об одной моей катине, Который я вложил в сильную... Всю душу. Это было после того, как на меня Федорова напала... И это... Сердце колотится... Колотится словно... Я пережил ужасный стресс... Если бы ты меня отняла... Мое сердце... Мою грудную клетку... Отняла... С любовью... Может, мое сердце бы успокоилось, И я дольше бы прожил... Но здесь никому в этом не надо... Ни одной девушке не надо... Никому... Лmorю Pascalом. И я очень Divine Stellが驚lt到 неё... Это удивительно. Я стараюсь den papelinn. Сügу причины. Пророка,ей山. Какой план! Что-то у неё. Надо всегда отрочно Robert. Я не вож AMА-mu. Но чем clase тус Climate. Я не думаю такое « strong apple». 轻ент personal. Можно что-нибудь придумать там, узнать адрес, например, и можно там, типа, бумажки расклеить, что здесь живут родители-тираны, издеваются за своим ребенком, можно в СМИ обратиться, которые продажные в нашем городе, можно самому создать свое СМИ, можно в радио Таня обратиться, чтобы она рассказала, как издеваются над ребенком, чтобы им стыдно стало. Хотя им пофиг на это, они еще больше будут издеваться. Капец, нужно что-то делать. Нужно рассказать в радио Тане, в паблике, об этой ситуации, поговорить с ней, сказать, что пусть она расскажет о родителях, зверях, о родителях, каких-то вообще, просто, я не знаю, что это вообще за такое. Какие-то уроды просто родители его, которые орут на него каждый раз, каждый день, выблескивают свою злобу. Ну, я не знаю, может им действительно так плохо, что они выблескают свою злобу на своем ребенке, но фиг знает. Почему они не могут просто с ним нормально разговаривать по-человечески? Ну, Жак Фрескос, он говорил об этом, что мы не можем поставить себя на место другого человека. То есть, мы должны поставить себя на место другого человека и понимать, мы тогда поймем, как он стал таким. И вот они стали такими, и он станет таким. Все, поздно смотреть назад. Там меня никто не ждет. Их перейдет. Как же мне грустно. Три года в отношении. Три года в отношении. Три года в отношении. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...